Привычно, да? Машин нет. Это наша парковка. Я приехала заглянуть, что там, как там. И есть ключи. Входной двери и от кабинета. Смотрю, кто есть. Директор бы хорошо, если бы она была там. Вот как школа выглядит на каникулах, видите? Всё вынесено. Там, наверное, заполировали полы. Я в кабинет не войду. Привет всем! Я съездила в школу, там никого нет, с исключением одного человека. Идёт ремонт, учителя к ремонту никакого отношения не имеют. Но я взяла себе книги, которые мне нужно было, и всё. На этом всё. Вот. Я вчера удалила своё видео. Знаете почему? Потому что, наверное, я уже дошла до той точки присутствия на Ютубе, когда не хочется делиться чем-то очень личным. Я не знаю почему, я не могу это объяснить, мне просто некомфортно с этим. Вот некомфортно, и всё, знаете. Пока я не удалю, и мне тогда спокойно становится. Что ты такое, матереем или что? Так что поймите и простите, пожалуйста. Вот, конечно, в личной беседе я могу всё рассказать. А вот как бы на Ютуб, бля, всеобщего, там же приходят не только люди, близкие тебе по духу, но и которые совсем не близкие тебе по духу. Ну и так, короче. Короче, мне вот так комфортнее. Я сегодня хочу рассказать вам о своих впечатлениях о поездке на Аляску. Ну, сказать, что впечатлений много, это ничего не сказать. Но самое главное – это компания. У нас была большая компания, 10 человек. Все они знают друг друга долгие-долгие годы. Ну вот, например, мужчины, все знают друг друга с колледжа. Или, например, как Джо с моим мужем, они были ещё в школе, не знаю, четвёртого класса вместе. Вот так. То есть это долгие годы. Потом присоединились жёны. Ну вот, в общем-то, они-то все друг друга знают. Я, конечно, у них новый человек в этой компании, но я так думаю, что мы очень хорошо поладили. Некоторые из них новенькие тоже, кстати, тоже. Вот. И мы, конечно, провели шикарное время всей нашей компании, потому что люди лёгкие, весёлые, позитивные. Какие-то, я не знаю, но настолько легко с ним общаться было. Просто супер. И всей нашей поездкой руководил, в общем-то, создатель и руководитель, это Джо, он начал разрабатывать этот маршрут ещё в октябре. В общем-то, мы сошлись все в октябре, на чём? Что мы едем с севера на юг, потому что можно было выбирать с севера на юг, с юга на север, или делать круг. Мы выбрали именно этот круизный лайнер, потому что он останавливался там, где нам интересно. Останавливался в двух национальных парках. Вот в этих вот городах, которые мы хотели. И дальше он там разрабатывал все детали. И нас было, я говорила, пять парды. И вот три пары из нас мы летели одним маршрутом, самолётами. Но вот именно Джоус, они опоздали на регистрацию. Они не то, что опоздали, они пришли на регистрацию за 10 минут до конца, но уже их билеты кому-то отдали. Это когда-то вообще. И они там так возмущались, поэтому пришлось лететь другими самолётами с двумя остановками вместо одной. Поэтому прилетели в Энкоридж они глубокой ночью, уставшие, разбитые, физически, морально и так далее. Но ничего, зато они потом вошли в курс. Мои приключения начались прямо с самолёта. Я рассказывала, ну не говорила, просто говорила кратко, что со мной летела, с нами летела. Ну три сидения, я сидела возле окна, муж и вот эта девушка. Потом, конечно, мне пришлось мужа спасать, переводить его к окну, потому что девушка стала, она дикая, она дикая, она громкая. Она не стесняется ни в выражениях, ни в жестах, ни в поведении, ни в чём. Ни в еде, ни в питье. Выглядит она, конечно, как американка, кепка, футболка, джинсы, вот так. Как я говорила, что она оказалась принцессой племени Алют. Ехала она, потому что её дед ушёл с нашего мира, и развеивать прах и так далее. Когда мы стали разговаривать, она, конечно же, услышала мои акценты, говорит, откуда я, я из России. И тут, конечно, у неё огромный интерес, потому что её прадед был русский. И она говорит, я, говорит, белая овца в своём племени, потому что у неё белая кожа, она не такая, как все остальные племени, да, и у неё абсолютно такие же глаза, как у меня, цвет в цвет. То есть все коричневые глаза индейское племя, а она одна только с таким. Но её история очень интересна многими факторами тем, что, во-первых, она не живёт в племени, она живёт в Теннесси. Во-вторых, что она развелась с мужем, который у неё муж из того же самого племени. Двое детей у неё, дочь и сын, живут в Теннесси. Американцы растут, да, без всяких традиций, ни в племени. И поэтому у меня было очень много вопросов. Первый вопрос у меня был, говорю, как тебе удалось уйти из племени, жить самостоятельно? Потому что она говорит, вот сейчас, мне говорит, ну даже не надо смотреть, где мы летим, потому что она родилась на Аляске, она выросла на Аляске. Говорит, я знаю, что вот он дом, дом. Но здесь, говорит, у меня совершенно другая жизнь. Здесь я принцесса. Я не могу зарабатывать деньги. Нет, я не могу водить машину. Всё, что я могу, это только рожать детей, растить их, убирать, готовить. Всё. Я принцесса. Но её, конечно, такая жизнь не устраивала. И поэтому она деду сказала, что я уезжаю. В общем, говорит, нас оба одинаковые, очень сильные характеры. Поэтому я его, так сказать, сломала на том, что я уеду. Но я говорю, тебе же, наверное, разрешили уехать только потому, что ты девушка. Она говорит, ну да, если бы я была парнем, то, скорее всего, что нет. Второй вопрос у меня был такой, как ей удалось всё-таки получить развод? Я же работаю с Native Americans, то есть немножечко учу там их традиции. Она говорит, это нелегко было. И говорит, у меня были настоящие доказательства. Я эти все доказательства предоставила Совету племени, и нас вот так развели. На счёт дальше я говорю, слушай, но ты же не можешь быть вождём, принять это от своего деда. Она говорит, нет, мой брат, двоюродный брат, будет теперь вождём. Я говорю, а как насчёт твоих детей? У неё взрослый сын, как она сказала ему, лет 19, наверное. Говорит, я не давлю на своих детей. Когда они захотят увидеть свои корни, они поедут и это сделают. На сейчас я не хочу такой ответственности, груз возлагать на своего сына. Пусть он живёт там, где живёт, ему там комфортно, ему там хорошо, но такие дела. Она, конечно, потом перебрала вина, там было громко. В общем-то весь самолёт уже на нас смотрел. Я пыталась её как бы держать немножечко хотя бы на месте, чтобы она не бегала по самолёту. Ну, дикая, дикая девушка абсолютно. Муж мой так был рад, что он сидит возле окошка, что не рядом с ней и так далее, и так далее. Было очень интересно. Она меня тогда спрашивала, говорит, ну ты понимаешь, куда ты едешь? Я говорю, конечно, мы едем в круиз. Она говорит, ты едешь там, где дикая природа, дикие животные, это их территория. И только маленькие кусочки цивилизации, там, где мы живём. Я говорю, ну да, но я знаю, это маленькие города. Но я уже видела, посмотрела в окно, мне стало страшно, знаете, как бы так. Я говорю, ну а медведи же у вас не ходят по улицам? Она говорит, кто тебе сказал? Короче, дальше она мне курс молодого бойца, что делать в ситуациях. Она говорит, даже не столь страшен медведь, сколько страшен лось, которая ходится на медведя и так далее. Потом я сказала, так, стоп, замолчи, потому что не надо меня, мне уже хочется домой и так далее. Ну всё, она говорит, просто говорит, помни об этом и просто следуй правилам. Я действительно это заметила, потому что многие экскурсии, они не останавливают тебя, не разрешают выходить из автобуса. То есть смотреть из окошка можно, допустим, медвежонок вышел на дорогу, но тебе никто дверь не откроет, и ты не выйдешь и не посмотришь, какого вам пола, мальчик или девочка. Понимаете, да? Как у нас этот, наш водитель пошутил. Кто-нибудь хочет выйти проверить? М-м-м, не сегодня. Наш экскурс начался с Энкорич, это практически самая крайняя северная точка, где цивилизация. Сразу мне бросилось в глаза, конечно, другое освещение дневного света. И ночь, 20-часовой световой день, шутка ли, да? И спать невозможно, конечно, без привычки, наверное, нужно что-то более такое на глаза, чтобы можно было спать. В общем, мы были уставшие, но поспать не получилось первую ночь. Прошлись по городу, посмотрели, что, как, ну да, видно, что, ну ведь прохладно, конечно, потому что это ещё был всё-таки май, 25 мая. И остановились в некоторых местах, сразу поразила еда, поразил воздух. Еда, вот эти морепродукты, конечно, совершенно другого качества. Сибиряки, наверное, поймут, да? Они знают, о чём я говорю. Рыба, вот это вот у меня было только морепродукты и всю мою поездку. Там, конечно, хорошее место для того, чтобы есть, да. Оклахома не лучшее место. Вот, на следующее утро у нас был тур, нас автобус забирал с нашего, отеля, он собирает туристов по всем отелям, если вы подписаны на этот автобус. И дальше он направляется в город Виттиер, это маленький город, где, в общем-то, уже идёт посадка на круизный лайнер. Сама дорога тоже очень интересная. Идёт экскурсия, всегда экскурсия очень интересная. Очень интересно рассказывают экскурсоводы. Ну реально, вот сколько мы посетили экскурсий, везде очень интересно, отличным, чётким, классическим английским языком. Ну просто замечательно. И все советы, которые они давали, они действительно очень хорошие. Насчёт того, начиная от места, где что-то посмотреть, заканчивая, где сесть поесть. Где лучшая рыба в городе, допустим, да. Мы узнали насчёт этого, лучшее место, Fish and Chips, Виктория. Маленькая, казалось бы, как бы забегалка. Всегда стоит там очередь, говорит, всегда. Потому что самое лучшее место. Ой, только подумала, уже сразу есть захотелось. Ну до того вкусно, невозможно. Рыбы вот такие огромные. Ладно, начнём мы. И, короче говоря, можно было с Инкоридж, Виттиер, можно было ехать двумя путями. Либо поездом, либо автобусом. Мы выбрали автобус. В принципе, они идут параллельной дорогой. Но автобус, он остановился здесь, остановился там. Мы сделали фотографии. С поездом такое не случится, да. Мы заехали в национальный парк, тоже посмотрели. Ну всё это было очень интересно. Такое вот ощущение интересное, как будто ты стоишь на краю мира. И вот эта вот дикая природа вокруг тебя. И ты знаешь, что дикие животные тоже вокруг тебя. И ты такой маленький человечек. В общем, удивительные чувства. В нашей компании была пара, вот они, двое мужчин. Они женаты, отличные люди. Теперь они мои большие вообще друзья. Супер просто люди. Они ничем абсолютно не отличаются от других. Они одеваются точно так же, как мы. Ведут себя отлично. Обыкновенные люди. Просто вот они рождены такими, да. Но люди они, ну просто замечательные. Они уже третий раз в этом круизе на Аляску. И они сказали, когда мы первый раз сюда приехали, мы подумали, мы хотим здесь жить. И они меня спрашивают, Светлана, у тебя есть такое чувство? Ты бы встала здесь жить? Я сразу не думаю, говорю, нет. Нет, однозначно. Потому что, во-первых, я знаю, что такое климат холодный. Я знаю центральную часть, а уже здесь это там и подавно. И во-вторых, какое-то чувство каустрофобии. Знаете, вот чувствуешь, что ты на краю, и у тебя нет места, куда отступить. Если вдруг в случае чего. Не понравилось мне это чувство. Такое вот, знаете, очень интересный был опыт испытать такое чувство. Поэтому, конечно, я нет. Но люди, те, которые там живут, они, конечно, очень отважны. И большой респект. Потому что это нелегко. Это нелегко. Я не заметила этих многочисленных ресторанов на каждом шагу, как у нас, в Макдональдсе и так далее, фастфуд. Нет. Нет толстых людей. Потому что нет такого снабжения продуктами даже, как здесь, на большой земле. Ни фруктов, ни заметила я больших супермаркетов. Как-то вот так люди живут. Сама дорога в Витяр была очень интересная, конечно. С некими расстановками. Но вот этот вот тоннель, который прямо перед городом, он тоже чувствуется немножечко такой каустрофобик. Очень узкий, такой маленький, длинный. Ну, знаете, кто не видел тоннеля? Я в Севастополь тоже, когда едешь поездом, там 5 или 6 тоннелей прямо перед Севастополью. Но они какие-то широкие такие, знаете. Видно свет, а там нет. Вот. В Витяр, город совершенно маленький. Там чуть больше тысячи населения. Люди, я так понимаю, что там только приезжают работать. Все живут в одном здании, в 9-этажном, по-моему. Рядом стоит воинская часть. Вот так. Там была посадка на круизнелание. Мы тронулись. И, в общем-то, первый день у нас был в открытом море. Я показывала, делала видео о том, как нас шатало. Был шторм. И я провела целый день в кровати. Лежала, смотрела на телевизор для того, чтобы меня не укачало. Потому что действительно шатало. Многие люди болели в этот день. Моему мужу хоть бы что. Тот еще крепкий орешек. Многие люди, они взяли, прикрепили вот такая липучка у них кругленькая. Но это делает их немножко медленнее, да. Но спасает. У меня были свои таблетки. Муж тоже их купил. Говорит, только их нужно принять до того, как начинаешь штормить. Но кто их принимал до того? Конечно же нет. Я сказала, нет. Вот начнет плохие, тогда я и приму. Знаете, пока не клюнет. Ну, не клюнул же. Зато провела классный день. На следующий день, конечно, все уже распогодилось. И у нас начались остановки. Первая остановка была с Кагуэй. Все, в общем-то, города, которые я видела, они были очень-то похожи. То есть единственный подступ к ним – это с моря. Самая популярная профессия – это летчик маленького самолета. Самый популярный транспорт – это самолет или лодка. И с Кагуэй тоже, опять же, как же он северный. То есть идет Энкоридж, мы двигаемся на юг. Он немножко южнее Энкоридж. Но все равно это еще север, там еще холодно. Население там небольшое, и две трети населения уезжает на зиму, потому что там реально сурово, там очень ветрено, климат там отвратительный, как нам сказали. Но люди живут как одна маленькая семья. Огорожен так вот, я показывала тоже, я огорожен горами. Всего одна дорога, которая идет на Канаду. Сказали, преступности там нет, потому что, ну, украдешь ты машину, куда ты поедешь, одна дорога. И та, если снегом занесло, вернешься обратно. Вот, люди там живут хорошо, дружно. Говорят, мы смотрим друг за другом, мы помогаем друг другу. Наш экскурсовод, он сам не местный, он из Калифорнии. Он просто работает, сезонная работа у него, сезон на Аляске, сезон в Колорадо и сезон где-то в тропиках. Очень интересно рассказывал, у него образование, он сам бывший инженер в прошлом. И рассказывал даже историю, говорит, как я только сюда приехал, получил свою лицензию и получил права, и только сел на автобус и тронулся буквально чуть-чуть. И позади меня уже полицейская машина с мигалками, с воем останавливает меня. Я думаю, ну все, что я там уже сделал. А он, говорит, подходит, улыбается, называет меня по имени, говорит, а я просто хотел посмотреть тебя, какое в лицо увидит тебя. Понятно, да? То есть одна большая семья. Говорит, я вам оставлю время гадать, почему все-таки люди не все уезжают, а есть все-таки часть людей, которые всегда остаются здесь на зиму. Какая одна причина? И вот мы сидели гадали, но чтобы вы не гадали, я вам скажу, что самая лучшая школа. Там дети пишут самые лучшие тесты по стране, и поэтому они бесплатно поступают в лучшие колледжи США. Конечно, это много стоит, для них открывается дверь в большую жизнь. Вот это вот держит людей. Мы взяли тур на ЮКОН, но даже он ехал дальше. Опять же, можно было взять два тура. Они едут в одном направлении, параллельно, можно сказать, друг к другу, поездом или автобусом. Мы взяли автобусом, потому что автобус едет дальше. И они предупреждают, чтобы был с собой паспорт, потому что пересекаем границу Канады. Граница сама, конечно, это смешно сказать, только название одно. Вот сказал, говорит, откройте свой паспорт там, где фотография, приставьте ее к лицу, чтобы он быстро посмотрел. Он даже не смотрел особо так. Так раз-раз. Как дела? Привет, ребята, то есть все. Что-нибудь есть интересное? Где-нибудь медведь есть спрятанный? Потому что, ну не медведь, а говорит, ну у меня был такой случай, что девочка взяла собаку. Потому что мы были там, где вот эти собаки, которые для упряжек, да, ферма такая, где они тренируются, где они растут и так далее. Вот там девочка присмотрела себе маленького, такого хорошего. И, в общем, она его припрятала у себя в рюкзаке. И только, говорит, когда мы приехали обратно, вернулись с Каговой, мы обнаружили, что у нас новый щеночек здесь. А она говорит, ну я его взяла, потому что он меня, я ему нравлюсь. Ну вот такие вот бывают дела, да? Пришлось ему возвращать его обратно. Проезжали мы удивительные места, как Эмиральдовое озеро. То есть если вы поедете поездом, который идет только две трети пути, он туда не дойдет. Нужно ехать только обязательно автобусом. И сама дорога, конечно, она очень впечатляет. Вот когда-то вы выезжаете из Каговой, вы понимаете, как на глазах вообще меняется местность, меняется природа. Такое впечатление, что вот из цивилизации вы попадаете в какой-то совершенно страшный, замороженный мир, где до сих пор еще лежит снег, где деревья, которые ели, они растут везде. У нас шикарно они себя чувствуют, на севере шикарно себя чувствуют. Но там они маленькие, скрюченные, там вообще нет ничего живого, потому что там нет живого. Говорят, эти деревья пожизненно погружены под снегом, тут сильнейшие ветры, очень отвратительный климат, холодно. В общем, вечная практически мерзлота. Животные здесь не живут, потому что здесь нет ничего, что есть. Нет их, здесь их нет. Потом вы этот промежуток проходите, все это скалы, скалы, да, высоко в горах, и потом вроде как начинает расцветать, все больше появляется зелени вокруг. Потом вдруг это появляется Эмиральдовое озеро, необыкновенной красоты, я бы его назвала радужное озеро. И там такая красота, это голубое небо, солнце вдруг появилось, и эти горы со снегом наверху. И вот это озеро, которое, у него все цвета, от бирюзово-зеленого до темно-темно-зеленого, синего, голубого, красного, желтого, вот такие вот прям целая палитра. Просто безумно красивое место. Все медведи, которые у нас попадались на пути, мы, конечно, сделали фотографию, но мы из автобуса Коррелла не выходили. Также остановились на озере, на очень красивом другом озере. И наш водитель обратил внимание, говорит, посмотрите вокруг, видите, все деревья вокруг вас, они ободраны снизу. Угадайте, кто? Ну, конечно же, медведи. В этом месте, вот Юкон, ну, я не уверена, по-моему, следующее место еще какое-то, там другое название было, я забыла его. Там у них был музей. Ну, я знала, что медведи, белые медведи, черные медведи, они большие, что лоси большие. Ну, что они настолько большие, я узнала только пираж. Потому что там музей вот этих вот wildlife, которые живут именно в этой местности. Ой, там волки огромные, белые, серые, медведи белые, коричневые, черные, лоси огромные, как двухэтажные дома. И мне так страшно стало. Я так рада была, что я там не живу, честное слово. Там какие люди все-таки молодцы. И вот из этого места тоже люди все уезжают на зиму. Остается там буквально 400 человек, маленькая комьюнити. Вот такой вот у нас был Скагуэй. Следующая остановка у нас была Джуна. Джуна – это столица Аляски. Очень интересно, там была моя церковь. Наконец-то произошло воссоединение. Я была так счастлива и так благодарна своему мужу, что мы все-таки достигли этого места. Мы не брали там никакой тур. Но вот наши друзья, вот эти мальчишки, они взяли тур, тоже как трейл, да, такой путь, где проходишь ты по горам, идешь с экскурсией, все. И вот один из них немножко там на камеру отвлекся и чуть-чуть буквально отстал от своих экскурсий, ну, которая была, я не знаю, в видимости еще, да. Как вдруг появились, вот в 30 шагах от него появились два медвежонка, а за ней медведица. Он говорит, я окаменел. Я окаменел. У меня все внутри окаменело, умерло. Я, говорит, стоял вот так, не дышал и не моргал даже. Он говорит, все, я уже считал, что моя жизнь закончилась прямо здесь, потому что ни заборов нет, ничего, просто открытое пространство. Что такое ей добежать? Ничего не стоит. И, говорит, когда вот это все миновало, я тут же развернулся и вернулся обратно в автобус. Я сказала, что я не хочу быть сегодня ни завтраком, ни обедом, ни ужином, ни для кого. Вообще не хочу быть съеденным. С меня хватит. Ну, вот такие дела, да. То есть нужно обязательно всегда помнить о том, где вы находитесь. Как-то вот так. Никаких глупостей не надо совершать. Тем более на пьяную голову. Вот так интересно. Короче, мы тоже посмотрели, побродили. Там было много интересных ювелирных магазинов. Одна из наших женщин, нашей компании, она решила почему-то купить себе кольцо. Смотрела кольцо. Я ее спрашиваю, почему здесь? Я не понимаю. Потому что я считаю, что бриллианты покупать, это все-таки как-то более такая работа, где нужно узнать, что действительно ли это бриллианта, какое там его качество, свойства, там, т.д. Все это должно быть прокатаколировано. И вообще должно быть какое-то место проверенное, с кого потом спросить, если что не так. А это все сезонные магазины. Они приезжают сюда, открываются на сезон, когда туристы. Потом они сворачиваются. Ну, слава богу, не купила она. Я говорю, почему не дома? Почему здесь? Ну, как бы если знаешь место какое-то, кому можно доверять. Но если что не так, ты же не вернешься на Аляску, да и скажешь, вот я здесь покупала, а их уже там нет. Потому что в этих магазинах все разговаривали с акцентом. И вот они, на мой взгляд, как бы из Индии, вот так, с этих как-то стран. Пакистан, может быть. Вот так. Короче, не купила она, молодец. Следующая наша остановка была, это Кичикен, это самая южная остановка. Там уже совсем другое. Опять тот же самый пейзаж. Горы, это как стена, здесь вода. И прямо на берегу расположен сам город. Климат там совсем другой. Там уже теплее. Там дожди, дожди, дожди. Природа бушует. Все растут кустарники, которые здесь даже в Оклахоме я не могу вырастить. То есть такие тропические растения. Столица салман, золото и меха, меховые магазины. Ой, шикарные и красивые. Тоже чуть-чуть показала в своем видео. Там, конечно, изделия шикарные. Но, опять же, не нужно. Поэтому не стоит даже плакать за это. И все. Это был последний город. И потом один был день в море. На корабле вас развлекают. Там каждый день новые. Чем нам нравился наш имя на тур? Потому что мы заезжали в два национальных парка. Я делала, опять же, видео с ледников. Один ледник и второй национальный парк, где было пять ледников. Чувства, конечно, непередаваемые. Это какая-то мертвая тишина. Мертвая тишина. Потому что, когда вы приходите в лес, он весь поет. Да? Лес он поет. Тут что-то бегает. Там что-то чирикает. Там же ничего. Кроме как трескание этого льда. Обвал, где когда-никогда эхо после этого. И тишина. Потому что вода тихая. Там это же бухта. Никаких волн нет. В общем, самый большой звук, который мы делаем, это мы и производим. Конечно же, все это идет с экскурсии. Экскурсовод. Экскурсия была долгая на протяжении всего дня. То есть она не постоянно разговаривала, а когда нужно было на что-то обратить внимание или дать какую-то информацию. Замечательно, опять же, говорю, английский. Все было понятно, настолько было интересно. Просто супер. Я даже хотела, думаю, может быть, надо просто отдельно записывать. Потому что столько информации, где я, в общем-то, ее попробую еще накопать, такую информацию. Человек этим занимается. Это ее профессия. На корабле, говорю, тоже было интересно очень много всего-всего. Там, конечно, невозможно все это посетить. Мы как бы все равно кучковались друг с другом, ходили туда-сюда. Нам везде было весело. И прибыли мы в Ванкувер рано утром, выгрузились и разъехались кто где что арендовал. Мы арендовали вот со своими друзьями пополам квартиру. Квартира. Это двуспальная она. Нам очень она понравилась. Во-первых, это район очень хороший, престижный район. Он очень удобный. Это на берегу. То есть там дорожки ходить. Очень красиво. Тут же рядом можно взять паром, перейти на другой островок. Все, что тебе нужно, кафешки, рестораны, все прямо здесь. Все люди ходят, бегают, крутят педали, велосипед, ролики и так далее. Все чем-то занимаются. В отличной спортивной форме. Супер интеллигентные лица. Хочу сказать, что уверенные в себе. По разговору прямо чувствуется, что насколько люди, не знаю, уверенные в себе, образованные. Очень интернациональный город. Таксисты, жулики, мошенники полные. Везде абсолютно. Они все из Индии. Что еще? Наши квартиры спрашивали, сколько стоит. За три дня мы заплатили 800 долларов. Но мы поделили пополам. 400 долларов. Нам было это очень удобно, потому что та квартира весь с патио. То есть на втором этаже она была. И у нас место, куда могли приходить наши друзья. Мы там себе заказывали пиццу, купили пару бутылок вина или не купили. И вот они, пожалуйста, мы уже все вместе. У нас уже весело. Мы поболтушки, веселушки и так далее. Или вместе пришлись куда-то. В общем, у нас такая была база, где мы все встречались. Здорово. Понравился, конечно, город Ванкувер. Это, конечно, нечто, что нужно обязательно посетить. Нам очень повезло. С погодой вообще на всем протяжении. Везде. За исключением одного дня в шторм в море. Но это, извините, было открытое море. Что бы я ожидала? Я лично не ожидала, что это будет спокойно. Это было неправильно. Вот. И один день мы выделили на посещение Виктории. Виктория — удивительный город, который мне напомнил Севастополь. Прямо я не знаю, как это объяснить, но вот все настолько мне напоминало. Сам город расположения, какие-то улицы даже вот так идут. Я себе несколько раз ловила на мысль, что я в Севастополе. Значит, это место, в котором бы я жила. За ней, за этим городом репутация, как английский город. Там очень много пенсионеров из Англии. И удивительный такой дух. Самое хорошее место, где фишн чипс. И потом посетили этот сад. Здорово. Я бы туда хотела еще раз вернуться и прямо там, знаете, пожить недельку. Я бы хотела бы, честно. Мне нравится. Все. И на этом у нас, в принципе, закончилось. Осталось у меня, не знаю, сотни и сотни фотографий. Камера и телефон. Телефон делает отличные фотографии тоже. В следующий раз я думаю, зачем мне камера нужна? Ну да, камера все-таки еще на шаг лучше, но телефон совсем даже отличную работу делает. Отличную. Ну, в общем-то, вот такие вот. Так что, если думаете, если живете вот в Америке, в Америке, говорю, у каждого почти американца, это bucket list. И люди едут и один раз, и следующий раз, и следующий раз, потому что нравится. Ну, потому что, как бы, поездка не только нужна на пляж, но и какие-то такие места, которые тебя заставляют подумать, ощутить какие-то такие другие эмоции, что ли. Не знаю, как объяснить. Ну, и немножечко расширить твой кругозор, конечно же. Ну, что я знала о ледниках? Гораздо больше теперь. Все, вот такие вот дела, вот такие вот новости. Всем удачи, увидимся, пока-пока.